Здравствуйте, дорогие соотечественники! 29 июля 2023 года, время по Астане, 14-12. У меня сегодня будет интересный разговор с Денисом Угрюмов. Денис Угрюмов, ну я вот с Уртаном, у меня друга Бурята, на странице увидел, что Форум Свободных Народов Построссии проводит с 1 по 2 августа свой форум в Японии. Ну я там прошелся по странице, Форум Свободных Народов России, там готовятся люди, излагают свои тезисы, и мне интересно показалось одним из интересных высказываний Дениса Угрюмова. Я позвонил Денису, ну, предложил поговорить, пообщаться на эту тему. Ну, еще раз, Денис, здравствуйте! Добрый день! Денис, у меня просьба, кратко представьтесь, пожалуйста, биографию свою для зрителей моего YouTube-канала. YouTube-канал вещает не только на Казахстан, Россию, вот это... То есть, Япония, кажется, здесь есть, смотришь, Японию смотрят, американцы, канадцы и т.д. Ну, где-то там. В основном, конечно, Казахстан. Вот представьтесь, пожалуйста, и мы по теме поговорим. Я родился под Москвой в 1972 году. Учился в Московском медицинском институте имени Пирогова. После окончания института какое-то время работал на институте Пасовского. Переехал жить в Москву, где прожил около 20 лет. В 2008 году произошла трагедия в Грузии, которая мое мировоззрение каким-то образом поменяла. Я понял, что это путинский режим. Это не просто режим деструктивный, а режим преступный. Я стал искать возможности уехать из России, потому что, к сожалению, на тот момент большинство людей политика в отношении Грузии и политика в отношении Чечни, если не полностью струклиляла, то, по крайней мере, не осуждала. В 2011 году я уехал из России в Литву, потом перебрался в Латвию по работе. Жизнь моя текла довольно разметно. Я работал, преподавал военческие искусства. Когда началась война, я понял, что в стране оставаться невозможно. Мой руководитель помог мне арендовать микроавтобус, и я два месяца возил украинских предвиженцев под границей между Украиной и Польшей до Варшавы. То, что я увидел за эти два месяца, то, что меня абсолютно остановить не может. Люди, которые развязали эту трагедию, должны стать объектами правосудия и понестили справедливое наказание за свои действия. Я приложу к этому все училия, где только смогут. Денис, вы в Японию собираетесь, да? Вас приглашали? Да, вы меня... Большое спасибо. Вот уже несколько дней я практически без отрыва работаю над тем, что я собираюсь там сказать. Я не опытный политик, поэтому мне приходится много внимания уделять. Формальности, но надеемся, что я выступлю удачно. Я вот смотрел там ваше выступление. Вы, главный тезис, Россия должна быть расформирована. Никаких там новых, хороших русских. Это все вернется опять на круги своя, кого не поставь. Вот это кремлевское... Там какая-то бацилла, на мой взгляд, обитает вот этих кремлевских коридорах, кремлевских этих строениях, что они становятся сразу национал-шовинистами, какими-то этими имперсами. Кто бы туда ни зашел, в итоге через год получается то, что мы всегда видим, это имперские амбиции, агрессия, ненависть ко всему нерусскому, вот этот русский мир и т.д. Вы сказали, распасться должны. А вы себя кем идентифицируете? Вы кто? Допустим, я общаюсь, допустим, Буряты есть, Калмыкия, Эрзия есть. 190, даже я не запомню, да? Я вот на пяти форумах участвовал, там сразу делал обращение, там мое... Главное, вот этот мой тезис, там же доминируют какие мысли? Вы в курсе, наверное, да? На этих форумах оппозиционных. Где империализация России, свободу народов в населяющем России, значит, должна обрести свобода Башкирия, Татарстан, там, Калмыкия, Бурятия и т.д. Где империализация России? Но я в свое включил туда дирусификация. Но я вам закинул свое обращение, это на четырех страницах, вы пробежались так. Вот, дирусификация. Что такое Российская империя? На мой взгляд, это московское княжество, которое создали на свою голову хазахи в свое время, на осколках Золотой Орды, чтобы налоги собирались там, да? И потом она начала поглощать, поглощать не только земли, а в первую очередь нации. Вот что такое русская нация, я вот через все выдвигаю, это обращение других этносов народы в русские и забирает у них земли. И вот впоследствии у нас образовалось вот это неестественное, противоречащее здравому смыслу явление под названием Россия и русский народ. Вы сами кто? Русский, не русский, вы представители этих народов, вот это хотелось с этого начать. По национальности я еврей. Культурный я человек русский. Моё мировоззрение сформировалось на русской литературе, на русских переводах, на русской музыке, на культуре и так далее. Мне кажется, что у многих людей своего рода двойная идентичность. Идентичность генетической, определяющей их национальность, там, особенности, темпераменты, какие-то стандартные, четвертое национального характера и идентичность культурная. По отношению к своему себе, я могу сказать, что ни от своих генетических корней, ни от своих культурных баз. Я ни при каких обстоятельствах не откажусь. И я считаю себя евреем, культурно-русским человеком. Вот здесь мы возвращаемся к главному. Я вот эту тему поднимаю, Денис. Вы не знакомы, конечно, мы вот только разговариваем, просто зрители моего канала понимают. Некоторые шокированы. Некоторым кажется, что Ержан стал русофобом, прямо ненавидит чуть ли не русских, Российскую Федерацию. Я говорю, друзья, что случилось? Вот как и Дениса, вот эта трагедия прошлого года, война открытая уже. Ладно, там они делали в 2014 году захват, аннексию, там спецоперацию, комбинацию делали, якобы народ там вышел. А здесь открытая агрессия, летят самолеты, танки, стреляют артиллерия. Как классические фашисты нападали, стирали с лица земли города. Шок. И вот здесь Путина его слова. Вот в 21-м году он сказал, собрал российские интеллигенции, и он там речь толкнул о формировании русского народа. Как он формировался? Вот вы текст можете почитать потом, Денис. Он говорит, что будет? А кто такие русские? Говорит, не было никаких русских. Я дословно цитирую. До 9-го века. До 9-го века. С 9-го века эта нация начала формироваться из украинцев, белорусов, у графинов, евреев, несинайского происхождения, ну и других вот этносов. Вот я и говорю, вот это вот искусственное образование начало расти, как на дрожжах, поглощая других земли, а эти этносы, они превращали в русских. Вот мы до этого только что проговаривали, вы говорите, Денис, что Ержан, ты не прав, наверное, люди могут себя чувствовать русскими, нельзя их это как бы отговаривать, что ли. Но я здесь, смотрите, говорю, Денис, пропаганда, это роспропаганда, она обрабатывает мозги, вымывает все из мозгов тех же Эржа, других там, буряты были, чукчи были, и делает из них русских. Эти люди жертвы, вот что я хочу донести, поэтому в первую очередь на территории России должна пройти, на мой взгляд, процедура дерусификации, люди должны вернуться к своим корням, а потом, если что-то останется, ну, богу ради, пусть там называются русами или русскими и т.д. Я так мыслю. Вы хотели бы, чтобы я прокомментировал? Да, я хочу, смотрите, вы сказали, Россия должна расформироваться, но теперь я хочу, чтобы вы мысль развили, вот эти ребята, которые именно здесь ходят, форум свободных народов построссии, здесь идея четко идет, красной нитью, Россия должна распасться на несколько десятков государств, каждый должен взять свои, на этих форумах тоже, я говорю, я не гражданин России, там в основном-то все россияне, бывшие россияне, я говорю, я как казах, гражданин Казахстана, хочу обозначить, когда Россия распадется, там минимум 12 областей, это казахские земли, мы там откроем республику Алаш, она была, еще когда Ленин, Кодлой, выделяли земли казахам, они сперва дали там эти земли, Оренбург, вот эти все, а потом обратно забрали, жаба задушила, вот о чем речь, я вот здесь хочу ваши мысли узнать, как вы смотрите, это краеугольный камень, вот эти все российские оппозиции, допустим, Михаил Ходорковский, Каспар, тоже русские, хорошие русские, они говорят, распадаться, не надо, чтобы не распадалось, говорят, нужно там навести порядок, нужно, чтобы это, власть поменять, и вот я хочу в этом свете ваши мысли узнать. В вашем предложении очень много моментов, которые, наверное, надо прокомментировать, поэтому, возможно, я буду многословным, я считаю, что вы полностью правы в том отношении, что людям свойственно, к сожалению, поддаваться пропаганде, особенно пропаганде искусной, и долгосрочной. Вот уж в чем, в чем Советский Союз и современная Российская Федерация может показать миру пример, так это в искусстве пропаганды, пропаганды деструктивные, оболванивающие собственное население, очень эффективны. Но повторять ошибки или даже повторять поступления в предыдущих режимах нам с вами не стоит. Пропаганде необходимо противопоставить просвещение. Просвещение. Все люди, заинтересованные в восстановлении собственных традиций, собственных исторических корней, должны проводить эту работу, направленную на то, чтобы ознакомить свои коллег, соседей и свое население с теми знаниями, с теми культурными традициями, которые утрачены и восстанавливаются. В этом я вижу действительно большую важность. Однако проводить программные какие-то масштабные действия, которые вы населиваете в этой русификации, мне кажется, не совсем правильно и уж как минимум не своевременно. Дело в том, что мы с вами на это согласны в том, что право нации на определение, и я даже расширю, право региона на самоопределение это священное право народа. Мне кажется, что этот тезис нужно распространить и на человека. Если человек грамотный, если человек образованный, если у него есть долг информации не только официальной, но и альтернативной, он принимет самостоятельное решение, каким образом записать свою идентичность в грандоте национальности. Я уверен абсолютно, что кто-то захочет восстановить свои генетические корни и записать в этом соответствующее свидетельство паспорта, кто-то не захочет. Но что касается генеральных перспектив, мне кажется, что мы переходим не только мы, но и наша страна, но, наверное, человечество в целом переходит в иную эпоху, в которой национальность, национальная идентичность будет постепенно утрачивать свою актуальность и, возможно, будет на первый план выходить интеллектуальная идентичность или профессиональная идентичность. Это всего лишь прогноз. Что касается дарусификации, то, как некий добровольный процесс, как инициатива, возникающая снизу людей, которые хотят, будучи записанными, например, русскими, стать записанными Саха или казахами или удмутами, да, конечно, они должны иметь все возможности это сделать в любой момент. Что касается какой-то принудительной программы, я скорее противник этого. Ну, здесь, да, смотрите, речь не идет это принудительное я здесь делаю акцент на что? Принудительное это как? Это юридически это никак не сделать. Здесь я акцентирую внимание мирового сообщества, я в своем обращении пишу. Вот, Денис, сказали, нельзя отказывать жителям определенного региона в праве выбора, что они хотят. Вот здесь, смотрите, нюанс такой, как я говорил, вот это ученый, большой, товарищ Путин, как помните, товарищ Сталин, вы большой ученый, это же неспроста явилось, Путин же не с бухты барахты, Путин носится последние несколько лет с идеей вот этого русского мира, вот, его вот эти идеи, там, собирания земель русских, и он понимает, дело не в том, что Путин, не только в Путине, я вот Горзманом разговаривал тоже, ему не понравилось, когда он понял, ход моих, может, куда он идет, вот эти корни, дебри, проблем, нервничать начал Леонид Гозман, то смотрите, здесь про то, что российские, вот эта имперскость, это не в, не в личности Путина, она в самом корне создания Российской Федерации, России, Россия, это империя, вот она создавалась путем поглощения, порабощения народов, обращения их в русские, и вот здесь вот, когда их обратили в русские, вот сейчас, они как делали, там что же недорогие, вы правильно заметили, в чем, в чем, а в пропаганде, русский мир номер один, number one, это сто процентов, вот ничего не могут сделать, вот ручку не могут сделать, вот эту вещь не могут сделать, ничего от слова, но промыть мозги, сделать из человека, этого, как говорили, вспомните, homo советicus, советский человек, совок, у них получилось, у них получается, даже здесь, я в Италии живу, есть итальянцы, у них мозги промытые, есть в Германии, мозги промытые, они никакого отношения не имеют к русскому миру, но они поклонники этого Путина, поклонники пропаганды, потому что Russia Today, рост пропаганда работает, и вот здесь смотрите, что они делают, они порабощают с московского княжа, с Ульдой, Новгород, захватывают, всех переписывают в русские, потом что делают, килеш-миллиш, шарик маля, перекатывают, с Украины в Казахстан, из Белоруссии в Казахстан, Удмуртов, и всех вы русские, и получается, до 9 века в Сибири ни одного русского не было, были коренные народы, их оттуда перекинули, украинцев перекинули, не просто украинцев, у меня видео есть, материал я покажу, Леонида Ильича Брежнева, они ушатывали, называйся русским, Хрущева, называйся русским, вот это исторические документы, я не то, что там это, то, что хорошо, вот это, мне очень замечательно, Путин сам это, открыл, вот это, как это называется, когда истину открывает, ну сейчас помню, скажу, вот он сам, пытаясь, это, узаконить русский мир, открыл, и все, теперь все посыпалось, все, исторически все документы выходят, он сам их являет, он сам, приводит исторические документы, как образовалась русская нация, и вот здесь теперь смотрите, они, вот сейчас я хочу вам видео поставить, минутные, это будет для зрителей тоже интересно, чтобы мысли понимали, вот сейчас жители Астрахани, обращение делают, к казахстанцам, так, я сейчас выведу на, ящик Пандоры открыл, Путин, ящик Пандоры, эту тему поднял, и он эту тему затронул хорошо, вот, всем привет, сегодня я хочу обратиться, к братьям Казахстана, казахи, салам алейкум, я астраханец, вырос и родился в Астрахани, у меня к вам большая просьба, в связи с нынешними событиями, вы все знаете, что сейчас творится в Белгородской области, наши люди очнулись и начали освобождать собственные территории от путинских ублюдков, от путинских захватчиков и фашистов, зет-патриотов, так вот, казахи, астрахань является исконно казахской землей, пользуйтесь случаем, освободите ее, пожалуйста, от фашистской власти Путина, которая загубила все наши земли, которая сделала все для того, чтобы наши старики, дети и просто люди жили в полном дерьме, богатейший край, где течет река Волга, где есть дельта Волги, недалеко от нас Каспийское море, все процрали, мы живем в полном дерьме, верните, пожалуйста, свои земли назад и сделайте так, чтобы наши граждане процветали при нормальной власти. Спасибо большое. Денис, как думаете, кто этот парень по национальности? Для меня никакого значения не имеет, кто этот парень по национальности, я могу предположить, что он считает себя русским, много конструктивного в его речи содержится, но мне кажется, что есть один тезис, который нужно его выражению противопоставить. Есть такая подаводка, никто не изменит нашу жизнь к лучшему, кроме нас самих. Никто ничего не должен делать за нас. Мы сами должны освободить свою землю от тех мерзавцев, которые ее поработили. Мы сами должны сделать грязную работу. Пусть наши дети разбираются между соседями о том, кому и как отойдет чья земля, я уверен, они смогут этого сделать, а выгнать или уничтожить тех людей, которые сейчас хозяйничают по нашим землям, это наше дело. Это обязанность нашего поколения и не никого другого. Я здесь полностью с вами согласен, Денис. Это правильно уже сейчас претензии предъявляют западные эти эксперты, специалисты, народ российский, восстаньте. Но дело в том, что это, они не знают реалии же. Вот они говорят, вы поняли реалии, вы ушли за границу. Вы потому что понимаете. Вот простой пример, Денис, из России выехала за этот последний год, это вот азат свободы дает, смотрите, информацию. Из России по оценкам правозащитников за год уехали около тысячи журналистов. Это радио свободы дает. За последний год тысячи журналистов. Не политики они. Просто если они ощущают события как есть, войну называют войной, семь лет получи, сожди свободу. Возвращаясь к этому парню, этот парень, я четко вижу, это казах. В 1984 году я поступил в Алматы в институт, меня через два месяца самолет, 65 ребят, Ставрополь, оттуда Пятигорск, Северный Кавказ, в армию. И мы там знакомимся, ну молодые все эти, Петя, Вася, я хорошо запомнил, я сейчас смотрю на лицо казахи вроде. Ну у них вот это, европейские уже, казахи немножко, они это азиатские, а они уже европейские. Вот на этого парня один в один. Я говорю, а что-то вы на казахов похожи. А мы казахи, а почему вы, Петя, Вася? Ну у нас так переписывают. Мало того, это же 1984 год, вы помните же, там боролись с этим религией, это атеизм был же, военный случай. У них обоих крестики, крещеные. Вот о чем речь. Вот этот парень, вы правильно заметили, он возможно себя агентствирует с Астраханией русскому, но внутри бьется ключ, как у вас, вы же говорите, еврея, вы, да, вы приняли, мы, мы вот казахи тоже, я тоже на русском учился, русская литература, там Толстым зачитывали, Достоевский, думали, если мы почитаем, то значит, будем планеты всей впереди. Но планеты всей впереди, мы, как оказалось, только распропаганда. А то нам ничего не дало. Да, мы общаемся, да, мы друг друга понимаем. Вот я к чему. А насчет того, что вот, вот дирусификация, она пошла, Денис, она пошла, вот это, или, как его, Анатолий Чубайс, прошел процедуру дирусификации, пошел к властям Израиля, попросил дать паспорт, установить его, значит, гражданство, идентичность, как израильтянин. И другие пошли, их сейчас переселять много можно. И они пойдут, чем человек грамотнее, чем он, ну, высокоинтеллектуальный, он будет это делать. Ну и, хорошо, здесь, Денис, я не то, что здесь, как зрителям канала, я пытаюсь иногда беру интервью и свои мысли донести, вы, надеюсь, с пониманием отнесетесь. Вот сейчас я хочу спросить, вы в Японию появите, какая главная мысль ваша, чтобы донести, вот как гражданин, заинтересованную, чтобы в России произошли перемены, что вы хотите донести? Моя главная мысль следующая. На сегодняшний день в России среди регионального населения и среди национальных республик процент людей, заинтересованных в обретении суверенитета, не до конца есен. Заинтересованные люди дают завышенные цифры с обеих сторон. Такие люди, например, как представители нашего движения за свободную ингредицию, мы, естественно, склонны немного завышать цифры сторонников отделения Ленинградской области. Представители там путинского пропагандистского аппарата будут говорить с пеной в траге и доказывать, что на самом деле народ един, как никогда и ни о каком разделении речи не может, а если вдруг эта речь зайдет, то мы введем таким образом в страну катастрофе. Я считаю, что первоочередной задачей, которой мы надеемся получить помощь международного сообщества, является варечка, противка, варечка, они металли в бою берегу. Первоочередной задачей, которой мы надеемся получить помощь международного сообщества, заключается в том, чтобы прояснить, чтобы разобраться, какой процент людей, в каких регионах, действительно хочет независимости и суверенитета, а какой отождествляет себя с той структурой власти Российской Федерации, которая есть сегодня. Прояснение этой ситуации на экспертном уровне, с определением четких цифр и процентов, чрезвычайно важная вещь. Любое, любое действие такого масштаба, как разделение Российской Федерации на более или менее большие или малые независимые государства, может опираться только на волю народа. Исключительно. И первое, что мы должны сделать, создать условия для того, чтобы никто не мог этой волей манипулировать или манипулировать цифрами, которые волю отражают. Задача первого сегодняшнего момента, это то, что я буду говорить в Японии, состоит из следующей предпозиции. Первое, Россия, распадающаяся империя. Второе, пока империя не распадется, она будет вести себя по-имперски, вести захватические войны, угнетать собственное население. Третье, наилучшим выходом из создавшейся ситуации является бескровное, добровольное разделение империи на сеть независимых государств. Четвертое, для того, чтобы начать этот путь, необходимо сейчас понять, кто поддерживает эту идею, а кто не поддерживает. Я закончил. Спасибо. А вот технически как, вот смотрите, сейчас в дискуссию переходим, вот как технически, сейчас Россия, вот вы сказали, что вот этот парень сами должны начать. Но вы же понимаете, если он там в России живет, к нему уже пришли, его уже куда-то приходили. Любой, кто приходит, вот журналист, я вам пример, радио-свободы, тысячи журналистов вынуждены были уйти. А, ну вот все равно, чтобы сейчас вот провести, попробовать в этом ДНР, ЛНР или Крыму опять референдум, это же невозможно. Там российские вот эти фосбочники, вот эти все эти бандиты, пригожины с кувалдами, снуют туда-сюда, да, заглядывают в глазки, ты лоялен, нелоялен. Теперь, как вот технически это сделать-то, вот вы, ну, вы обращаетесь к этим международным сообществам, как вы видите это? Мне кажется, что сегодня там научно-технические достижения в области высоких технологий так или иначе позволят это сделать. Мы знаем, что Путин, несмотря на всю свою возможность, полностью контролировать интернет не может. Более того, он не может полностью контролировать даже коммуникацию между своими регионами. Я, положу руку на сердце, небольшой специалист на высоких технологиях, но я точно знаю, что те способы, которые используют в разведке всего мира в анализе открытых источников, позволяют разведкам делать неверные выводы из большого количества данных. Точно такие же технологии могут быть применены и в отделении настроений регионов или национальных национальных использований. Я подчеркиваю, что в этом помощь нам будет нужна, потому что, во-первых, мы не очень компетентны, во-вторых, такого рода исследования требуют финансовых ресурсов и научно-технических средств. В этом нам нужна помощь там человечества, человечества и для них. Но я абсолютно уверен, что это сделать можно. Причем это можно сделать таким образом, чтобы не засветить передвижностными повышениями конкретных людей, которые могут понести даже это большие неприятности. Смотрите, вы отметили, что вы... Это поле политическое, правильно? Вы сейчас выступаете как политик, позиционируете себя. Правильно же, да? Да. Смотрите, есть люди, которые работают в этом поле, Каспаров 20 с лишним лет, в 2012 году они народ поднимали, в 2012 году для них самое большое знаковое событие было на площади, 200 тысяч человек, но после их начали ломать, в 2013 году, по-моему, Каспаров ушел. Вы с ними встречаетесь вот этими представителями российской оппозиции за рубежом на этих форумах, ну или как-то где-то общались, нет? Вы имеете с ними контакты и как вы оцениваете их работу, их невзгляды на постпутинскую Россию? Я встречался с представителями Фонда Свободной России Гарри Кимчука Каспарова, я принимал участие в организации некоторых мероприятий, которые эта структура проводила в Риге. Поскольку мы сейчас с вами разговариваем на двоих, никого из этого движения в нашем эфире нет, я воздержусь от резких критических замечаний, но в общих чертах моя оценка следующая. Эти люди заинтересованы исключительно в самопиаре, эти люди не делают ничего для силового свержения путинской диктатуры, эти люди в силу возраста и в силу возникших у них плотных связей на Западе не мыслят своего будущего с Россией или с построссийскими государствами. На них ставку я бы не сделал. Правильно, конечно, с ним ваши слова. Ставку. Я так полагаю, сделать кто-то ставку должен на кого-то, или сам определять какую-то идею, линию и звать людей, делать ставку на его идеи. Правильно же, здесь я из всех этих оппозиционных сил близко мне идеи Ирия Пономарева. Вот он правильно говорит, даже ваши идеи, чтобы потом выяснить, народы, чтобы потом сами определялись, здесь я точно полностью поддерживаю Пономарева. Сперва надо войти в Москву, взять власть там, а потом уже людям дать возможность определяться. Если хотят создавать свои независимые государства и республики, хорошо, если хотят создать что-то на останках Российской Федерации под названием Россия, договариваться и создавать. Как вы считаете? Я имею честь быть знакомым с Ильей Пономаревым, я дважды был как качественный гостя на проводимом им съездах. Илья проводит четкую линию, с которой я не совсем согласен. В частности, в следующем. Никто не должен давать народам право воплощать свои воды. Это народы должны давать своей администрации право определять их будущую судьбу в чем-то. Субъектом права является народ. Источником закона является народ. Поэтому то, что делает Илья Пономаревых, я не в полной мере могу поддержать. Да, задача первая тревостепенная, задача сегодняшнего дня это вооруженных крыльев тех или иных политических движений, которые по отдельности или объединившись уничтожат путинскую диктатуру. Уничтожат. Если мы ждем, что кто-то сделает это за нас, израненные правительские солдаты или какой-то коллективный запад, который ведет внешнее управление страны, НАТО, например, нет, это все самообман, это амикошенство, этого вакуиров не будет, а во-вторых, проводить надежду в массу это преступно. Мы должны расчистить свою страну от международных самостоятельно. Что касается наших расхождений, они следующие, ну и регионалисты, я координатор движения свободной Индии. Подшеркиваю, никто не сможет навязать наше государство, оно находится в пределах города Санкт-Петербурга или Генератской области, никто не сможет навязать нашему государству подчиненность кому-то ни было, никак каким иным путем, кроме силы. Мы будем защищать свой собственный суверенитет до конца. То, что захочет делать Илья Кономарек и его структуры на других территориях, мы готовы поддержать, мы готовы к политическому смотреть, мы не будем умешать ни в коем случае, но в своем регионе источником права и источником закона будет являться народ региона и никто и народ. Правильно. Тут вопрос просто народ вот сейчас в том положении, которое находится вот это чарвистическое государство, он не может не то, что там реализовать свое право какое-то, он слово молвить не может. Вот, слово молвить не может. Здесь какая-то сила внешняя должна войти, вырвать вот этих фсбшников, террористов, лишить их власти, уничтожить их хоть как угодно, но внешняя сила должна, внутри мы не видим пока. если даже вот все политики там за границей кто не успел кто-то там говорит я буду там Илья Яшин, Хара Мурза, они знали, что их спасает, но они вот показывают, да мы сядем за свои идеи, будем это сидеть и тем самым немым укором уступать народу, вставайте, вот, ну это ихняя борьба. Навальный тоже вот сделал жест такой, да, а все равно мы же видим, что это нереально, пока внешние силы какие-то не придут, здесь украинские силы они не будут заходить Илья Панегоров говорит мы на плечах ВСУ должны пересечь границу и уже там поднимать и правильно другие народы. И вот здесь я хочу Денис, вы сказали, вот представляете свободную Ингрию, расскажите пожалуйста зрителям моего канала что это за организация, какие идеи у нашего члена этой организации? Видите ли, я недавний член этой организации, я присоединился чуть более года назад. Дело в том, что когда я собственными глазами увидел тот кошмар, который Россия ученила в Украине, первое, что я сделал, это подал заявление о вступлении воинно-насоциациональный легион для того, чтобы сражаться со мной украиной с противеносскими ублюдками. К сожалению, я получил отказ по въезде, поскольку у меня российский пастор. Это меня немного обеспечивало, но я никаким образом сдаваться на них не собирался и стал искать возможности объединиться с теми людьми, кто реально что-то делает. Тогда я познакомился со структурами Горя Кимовича, тогда я первый раз побывал на съезде Ильи Пановарема, и тогда я познакомился с людьми, которые представляют движение «Свободная Ингрия». Эти идеи мне стали наиболее близки, кроме того, движение «Свободная Ингрия» не является лидерской партией, это горизонтальная структура, и в ней возможностей для самостоятельности и для инициативы очень-очень много. Чтобы не быть многословно, наше движение постулирует своей целью создание независимого суверенного государства к границам с города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исторические культурные традиции эту территорию очень серьезно связывают с северо-восточной Европой, и мы абсолютно уверены, что объединение с этими странами в этом будущее нашего региона. В этом будущее. Насчет того, что никто не может впикнуть под гнетом проклятой границей в России, вы правы только отчасти. Это сейчас так. Это сейчас так. Но не существует империи, которая начавшая распадаться, не распадает до своего конца. К сожалению, а может быть к счастью, моральный крах нации, под словом нации, я понимаю, в хомо-совете, он уже произошел. И если моральный крах случился, то физический крах неотвратим. Этот колосс на глине на ногах, который сейчас Российская Федерация называется, он неминуемо приблизить это обрушение, сделать его наиболее безопасным и бескровным, да, мне кажется, что-то сделать в наших силах. Даже если мы ничего не будем делать, империя рухнет сама собой, просто это будет дольше. Она как Франкенштейн, понимаете, она сшита из разных кустов насильно, и эти части не хотят быть вместе, они страдают относительно обеденедней и приносят собрание к другим тоже. То, что ничего нельзя сделать из-за границей и что ничего нельзя сделать на территории страны не совсем так. Да, возможности политиков эмиграции крайне скудные, но возможности партизанского движения в России они с каждым днем реализуются все более полно и полно. Считайте новости. Горят пилорамы, происходят вещи, которые на железнодорожных путях, на объектах инфраструктуры происходят вещи, которые ничем иным, кроме как террористическими актами, на самом деле объяснить нельзя. Да, российская пропаганда всегда находит возможность короткое замыкание, пыление неправильного, местие, удар, молнии, все что угодно. Но мы с вами люди умные, если эти события анализировать в долгом периоде времени, становится совершенно очевидно, что недовольство и подрывная деятельность внутри России растет. Партизанское движение потихонечку развивается. Я абсолютно убежден, что период такого развития высоких технологий, в котором мы сейчас живем, позволит им установить связь с этими людьми или сделать эту связь недоступной для путинских, и финансировать их технологии, и мотивировать их и тому подобное. И когда надо будет пересечь границу со стороны Калининградской области или со стороны Белгородской области, или, например, потенцировать народно-освободительное движение в Башкирии или в Татарстане, все это сделать можно и внутрь. Другое дело, что работа как-то сложная и долговременная, и над ее осуществлением нужно трудиться уже сейчас. Вода камень точит. Да, ну, это, смотрите, то, что русский мир не один день создавался, этот гордий узел настолько переплетен, там разные подходы нужны, вот вы говорите, народу должны определять политику. Вот, допустим, Казахстан возьмем, Северный Казахстан, пять областей, есть области, где преобладающее большинство населения русской национальности. Роспропаганда сделала, я вообще правильно сказал, что они могут, пропаганда, настолько промыла мозги. Вот, к сожалению, я сам в Кустанайском области родился, ну, там русских много, ну, мы вместе садик ходили, в школу ходили, институты одни ходили, но на выходе, что получается, сейчас русские граждане Казахстана, настолько промыты мозги, они себя не отождествляют гражданами Казахстана, они себя связывают с русским миром, так называемым, с Путиным, они настроены агрессивно и негативно по отношению к казахам, есть людей, их сотни тысяч, которые с презрением относятся к казахам, это все пропаганда русского мира. И здесь, смотрите, если последовать вашей, ну, как бы, идее, что народ, населяющий должен самоопределиться, понятно, как они самоопределятся, тем более, у нас сейчас вот эта власть, полностью, президентская администрация, правительство, парламент, полностью это пропутинские, это представители русского оккупационного режима, коллаборанты, чистейшей воды, они сейчас, вот, смотрите, война идет 7500 километров границы, отдельные пропускные пункты открыли специально и гоняют все санкционные материалы, ну, пропаганда показывает, там, в Петербурге в прошлом году форум, там, Тухаев развалился, мы не признаем, там, эти ДНР, ЛНР и т.д., ну, умеет, это не он же, конечно, его товарищи, там, сидят и фосбочники. Вот, смотрите, одна проблема, которая непростое решение здесь, здесь вот Калининграде, Калининграде живут, это же немецкая земля, она должна вернуться ну, там же вот тоже русские какие-то, вот, вы сказали, представляю сейчас свободной Ингрию, ну, я так полагаю, свободной Ингрию идеей, это люди, которые, какую-то нацию, наверное, предполагают, что это их земля, Ингрия, так же, как Эльзия, говорят, там, другие, вот, маленькие народы, мы даже их не знаем, но есть люди, которые не потерялись свою историческую связь, как вот вы, как евреи, я, еврей, правильно, вы не теряете свою историческую связь, да, ну, раз, образовалось, образовалось там, люди-то не виноваты, люди же, мы родили в Советском Союзе, одно время хотели из нас сделать советских людей, правильно же, если бы у них получилось, мы бы считали себя, так же, как американцы, США, у США, американцев, получилось же, вот, создать из разных этносов, одну нацию, американскую, что стояло в основе, да, они вначале, так же поступили, как в свое время, как вот эти, другие имперции, выжигали индейцев, что мы видим, фотографии есть, черепа индейцев, коренных этих, значит, жителей, убивали, и заходили испанцы, британцы, и т.д., ну, организовали нацию, потом они, значит, стали цивилизованными, демократическими, 1960-е годы, разрешили, темнокожему, садиться рядом, демократия, у них получилось, у Канады получилось, так, Австралия получилось, в этих, будем говорить, в кавычках, белых людей, но здесь мы видим, не получилось же, вот, проект русский мир, русская нация, можем констатировать, не получился, почему, потому что в основе стояло, опять же, деление, вот, сейчас, сколько там, в России, 22 национальных образования, но вот эта искусственная нация, русские, как они относятся к другим, то можно к Дагестанцу, Чеченцу, Якуту, ну, это же видно, это говорить не надо, черножопые, это второй сорт, и, Важаемый, не оскорбляйте, пожалуйста, ваш эфир, они говорят, они говорят, вот, я, 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 вы, мои мысли-то понимаете, это, они говорят, есть же это, русский, как Путин говорит, ну, у нас, вот этот договорился, этот, как его помощник, у нас, говорит, есть, говорит, ДНК другая, дальше, до того, договорились, я фамилию забыл, сейчас вспомню, скажу, хромосома, хромосома лишняя появилась, это же чистейший водофашизм, и как при таких обстоятельствах будет это государство развиваться, нет, конечно, Российская Федерация держится исключительно на штыках, у них сейчас сотрудников спецслужб, больше, чем в Советском Союзе, территория уменьшилась, но вот этих, ФСБшников, вот этих полицейских, нацгвардии, больше, чем в Советском Союзе, и держится исключительно на штыках страха, нет никакой перспективы, вот что я хотел сказать, вот на это, что вы можете, какой мысли у вас могут быть, уважаемый Денис? Уважаемый Аржан, вы очень правильную вещь сказали, заключается она в том, что так называемая русская нация держится на штыках, успех Соединенных Штатов в формировании своей политической нации заключается в первую очередь, в принципе, в добровольности, эта единая политическая нация формировалась в целях приобретения больших возможностей для улучшения жизни своей страны, для повышения влияния в мире, и так далее. А русский мир формировался в совершенно других целях. Он формировался в целях распространения насилия и достижения мирового господства. Русский мир создан исключительно на насильственных началах, поэтому он нежизнеспособен. Можно долгое время удерживать насилие многих, но нельзя долгое время удерживать насилие всех. Нельзя, это невозможно. Это рано или поздно перейдет, закончится. Что касается примера русскоязычного населения в Казахстане, я совершенно не знаю ситуации, которая там происходит, но я, например, живу в Латвии, я должен вам сказать, что на первый взгляд здесь напрашивается определенная аналогия. В Латвии очень большой процент русскоязычного населения, от 35 до 40 процентов по разным оцентам, и в настоящий момент большая часть этого населения подарены Путину. неумелые рас или преступные действия местных новых властей в области национальной по критике привели к тому, что, например, у нас существует такой термин в Латвии, как титульная национальность. Титульная национальность истинная, а, возможно, они заблуждаются в пренебрежительной к себе отношении, и в ответ на пренебрежительное отношение, вот в ответ на то, что, как им кажется, их все писали люди второго сорта, они платят станицу и той же монеты. Той же монеты. Поэтому никогда не стоит оправдывать силу противника с собственной слабостью. Я не знаю, как обстоят дела в Казахстане, но, например, в Латвии вести национальную политику иным образом, и тем самым пресечь пропутинские настроения, которые здесь в русскоязычной диасторе присутствуют, можно было и можно сейчас. Однако никто этого не делает, поскольку элиты заинтересованы совершенно в другом. Они заинтересованы в реализации принципа разделяя власты. Если в Казахстане элиты интересуются тем же самым, действуют в тех же целях, к сожалению, прогресс малопроводен. Будет отторжение, будут взаимные раскопления, будут взаимные либиды, и термин разделяя власты должен быть из политики исключен. Я понимаю, что ему очень много лет, и он доказал свою эффективность, но он эффективен не в том, что способствует прогрессу. Мы должны, подчеркиваю, проводить политику того, что все граждане той или иной страны, или все население той или иной страны, абсолютно равны перед законом и перед Богом, независимо от своей национальности или культурной идентичности, абсолютно равны. Если мы этот красный нить не будем претворять в жизни, у нас будут проблемы, будем ходить по кругу, и бесконечно. Вот здесь я юридическое образование имею. Судьи, когда выносят решение, они иногда вот такую формулировку оформляют, когда какая-то несправедливость была какое-то время назад, и надо восстановить статус-кво. Решение привести стороны в первоначальное положение. На мой взгляд, в Российской Федерации это не до федерации, это не является федерацией, я сейчас не буду на этом разглаговствовать, это империя построена на шоках, надо сделать так, как говорят такие судьи, привести в сторону первоначального положения. Что имеется под этим ввиду? Вот эти этносы должны обрести свои нации, свои земли. Путин претензии предъявлял, он даже договорился, Польша говорит, Сталин дал вам подарки, до этого украинцам, до этого казахам говорил, дайте земли наши подарки. Русская нация, русская Российская Федерация, главным источником формирования этой нации были Украина и Казахстан, как ни странно, Казахстан. Именно по отношению к ним, к гражданам, к этим этносам, украинцам и казахам, самые жесточайшие были репрессии, прямо уничтожали, потому что они понимали, что это искусственное, а вот эти на базе их в основном, да, я как говорил, белорусы, украинцы, украинцы, евреи, а именно украинский народ переписывали массово в русских, казахские земли, вот это за Уралом все это казахское было, ну там не только казах, бурятия, калмыкия, северные народы, я просто как казах, конечно, у меня выпирает казахскость, это меня не осудят мои друзья, буряты, калмыкии, нагайцы, и другие там представители северных народов, вот, и вот что я вижу, что они делали, создавая искусственно от этого империю, искусственно нацию, и вот сейчас вот так просто провести референдум, когда мозги промыты, у нас казахи есть, Денис, понимаете, они себя, не то что там выросли на культуре, они себя чувствуют русскими, они русские, вот он на лицо, казах, Тухаев это чистейший мангур, вот где-то казах, я не знаю, процентов 30-40 мангуртов будет, но я определяю стопроцентными мангуртами русских, потому что они созданы на основе этих этносов, они потеряли свои корни, вот же говорят же, русская поговорка, Иваны не помнишь ни родства, Иваны не помнишь ни родства, да, но это очень сложно, тему мы затронули, Денис, это, конечно, это тема должны заниматься ученые, лингвисты, социологи, юристы и т.д., но мое мнение, именно в этом плане надо работать, то, что люди говорят, вот сейчас мы давайте Путина берем, ну это мое мнение, поверхностное мышление выказывает, в любом случае, мы должны понимать, дело не в Путине, вот эта Российская империя, вот эта их имперскость, она идет корнями там, до Петра Первого, до него еще, 9 век, как Путин обозначил, 9 век, я с ним согласен, с Путиным я здесь согласен, 9 век начал сформироваться, пока ты до этого начала не дойдешь, до корней, ты проблему не изучишь, а если ты проблему не изучишь, диагноз не поставишь, ты его и лечить не сможешь, вот так я мыслю, ну вам пару слов для завершить наш разговор, содержательно так будем выражаться. Большое спасибо, Гержан, я очень благодарен, что вы меня пригласили, мы с вами, может быть, принципиально расходимся в том, что дорусификация насильственной быть не может, я настаиваю на этом, никакие действия пока культуры, отмены, или отмены культуры, они, на мой взгляд, в будущем просто не достижены, пресекать нужно уже сейчас, нам предстоит с вами большая работа каждому в своем регионе, и эта работа должна начинаться с просвещения, просвещения, противопоставления тем императивам, которые внедрены в головы нашего населения многолетней пропагандой, мы должны размыть эти устои в первую очередь, только после этого люди смогут принимать свои решения действительно самостоятельно, и, конечно, не в полной мере, но гораздо более самостоятельно, чем сейчас. Я не откажусь от своей европейской генетической идентичности, и не откажусь от своей русской идентичности культурной. Я прожил в Батвии более 10 лет, и у меня сейчас есть право получить латышское гражданство ради определенной процедуры для этого. Я не буду этого делать, потому что, связывая свое будущее с какой-то возможностью политической борьбы за свою родину, я не имею морального права отказаться от гражданства. Не буду этого делать. Поэтому я считаю, что люди, которые в результате просвещения, в результате каких-то самостоятельных размышлений примут для себя решение восстановить свои культурные или кинетические корни, вычеркнуть паспорт слово русский и написать слово казах или рзянь или саха или калмык, узбек, какого угодно, они должны, безусловно, иметь это право и возможность. Это должно быть сделано добровольно. Если же такую важнейшую миссию возьмет в свои руки государство, государство это всегда институт подавления. К сожалению, оно опять придет к тому старому принципу, разделяя властвую. И мы начнем, мы вернемся и опять наступим награбли, по которому уже много-много раз ходили. Я считаю, что прогресс это не всегда движение к лучшему, но всегда движение к новому. Новое не всегда лучшее, но оно не должно повторять старое. Все вот эти вот избитые инструменты о формировании титульной нации, дольфон-тубер-Алис и тому подобное, почему это в прошлом уже было и мы очень хорошо знаем, каким результатом это привело. Давайте не будем этого повторять в будущем. Пусть у нас будет что-то новое, а не хорошо изученное, не берзотное, старое. Хорошо, спасибо. Я с вами полностью согласен, но еще добавлю, дирексификация не должна и не может проходить насильственно. Вот у меня правильное памяти, Денис. Дирексификация уже проходит. Люди высокого интеллекта, люди, которые понимают, они уже проводят дирексификацию. Александр Невдоров в Украину потом гражданство получает, Виктор Шендорович Израиль, Анатолий Собчак, я уже говорил, Израиль гражданство получает. Сотни тысяч граждан уходят. Самое интересное, вот я развиваю свои мысли, что русской нации нету, мы не знаем ни одного деятеля российского бизнеса, кто-то, кто строит Суздали, Рязани, Твери, дом, вот дом облагораживает его, он говорит, сын, это наш дом родовой, ты будешь жить. Нет, мы видим, как русские зарабатывают деньги на народе, этом несчастном, русские в кавычках, все оказываются здесь, в Италии, во Франции, и именно здесь они покупают своим детям недвижимость, именно здесь им определяет будущее, и именно поэтому я говорю, нет никакого русского народа, русского мира, потому что вот эти аферисты, которые, используя идеологию, сидит в Кремле русский якобы Путин, хотя он сам оговорился, я был бы счастлив, если бы в генах моих была украинская кровь, документы у меня есть, есть слова, как говорится, все ходы записаны, поэтому вот мои мысли из этого сходят, люди должны понимать, вот сейчас кто себя русским идентифицирует, позиционирует, что Ержан не русофил какой-то, не русофоб, что он не выступает против русского, вот мы сидим с Денисом, разговариваем, вот Денис говорит, я себя считаю русским, я говорю, разговора нет, главное, я говорю, вы позвольте вот этим людям, которых записали насильственно в русских, чтобы они вернули свою нацию, я хочу вот этот парень, чтобы казахам вернулся себя, вот в чем вопрос, Эрзи, Эрзи стал, вот это Ингрия, Ингрии, вот они, чтобы, знаете, для человека, ну, конечно, хочет красиво жить, хорошо питаться, но его этническая составляющая, его корни, что он знает, его дед, прадед был евреем, прадед был Эрзя, это очень важно, и здесь мы, что, почему в России ничего не получается, они давят, татарам запрещают, в Татарстане говорить на русском, чеченцам запрещают, в школах чеченский учить, а какое это будет, это лагерь, это фашистский конституционный лагерь, вот главная мысль, поэтому и русские, которые живут в Казахстане, ну, я как вижу здесь ситуацию, в Италии, когда человек приезжает, просит гражданство, ему дают гражданство, пишет в паспорте одно слово, итальянец, германии немец, дании датчанин, вот и просто должны, если вы принимаете страну, Казахскую республику, мы должны убрать этот стан, Казахстан, Казахская республика, в паспорте одна, казахстан, никто не будет копаться в твоей, сохранять свои традиции, но выпячивать везде, свою русскость, навязывать, выказывать презрение казахам, идти на поводу этой пропаганды, ну, это недопустимо, на мой взгляд, Денис. Чахстан, у нас-то обстоятельный разговор состоялся, Денис, я хочу вас поблагодарить за разговор, хочу пожелать вам счастливого пути, Японию съездить, донести свои мысли, идеи от уже своей организации, Свободная Ингрия, чтобы вас услышали, чтобы японцы поддержали, я понимаю, нам, людям, которые заходят в политику, в первую очередь, ну, нужна поддержка, в первую очередь, моральная, ну, и, второе, конечно, желательно, если есть институты, есть силы какие-то, финансовые, потому что, любое серьезное дело, требует серьезного отношения, человек должен профессионально заниматься, должно быть финансирование, должна быть поддержка, юридическая поддержка, власти, Латвии вам дали убежище, вы не хотите брать гражданство, это показывает ваше намерение, искренне, что вы хотите России порядок навести, я, Виталий, пять лет живу, я не учу итальянский, времени нет, я, я вот год, в восемнадцатом году приехал, думал, через год вернулся, зачем мне итальянский, пять лет прошло, шестой год идет, но я не учу, мне не нужно итальянское гражданство, мне не нужен язык, я хочу вернуться в Казахстан, навести там порядок, и здесь мы единомышленники, мы хотим, каждый в своей стране, навести порядок, обеспечить равенство прав, свободу, демократию. Всего хорошего, до свидания. До свидания, было очень приятно общаться, всего доброго. Взаимно.